Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Побег за Алькатраса. Тюрьмы созданы для того, чтобы изолировать от прочего мира отдельных субъектов. Однако среди заключенных всегда находились смельчаки, способные совершить побег. Общество всегда лелеяло мечту о возведении совершенной тюрьмы, из которой невозможно было бы бежать. И такое заведение удалось построить на острове неподалеку от Сан-Франциско. Тюрьма называлась Алькатрас. 29 лет считалась она самой надежной тюрьмой в США. В ней сидели знаменитые воры, мошенники и даже сам Алькапоне. Но в один прекрасный день, порог этой страшной тюрьмы, переступил грабитель банков Фрэнк Моррис. Он не пожелал отбывать в гостеприимных стенах назначенный судом срок и осуществил один из величайших побегов в истории криминалистики. Побег Шоушенка 1994 года Успешный банкир Энди Дюфрейн обвинен в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме под названием Шоушенк, он сталкивается с жестокостью и беззаконием, царящими по обе стороны решетки. Каждый, кто попадает в эти стены, становится их рабом до конца жизни. Но Энди, вооруженный живым умом и доброй душой, отказывается мириться с приговором судьбы и начинает разрабатывать невероятно дерзкий план своего освобождения. План побега 2013 года Один из самых выдающихся мировых специалистов по системе безопасности соглашается на последнюю рискованную операцию сбежать из суперсекретной высокотехнологичной тюрьмы, которую называют гробницей. Преданный Рэй Бреслин вынужден прибегнуть к помощи напарника, заключенного Эмилия Ротмайера, чтобы разработать отчаянный и практически неосуществимый план побега из самой защищенной тюрьмы в мире. Джонни Де, 2009 года Сюжет фильма повествует о легендарном грабителе банков Джонни Диллинджери. Дерзкие нападения сделали его выдающимся героем для всех угнетенных и главной мишенью для лучшего агента ФБР Мелвина Первиса и директора бюро Джона Эдгара Гувера. Никто не мог восстановить банду Диллинджера. Ни одна тюрьма не могла его удержать. Обаяние и отчаянные побеги прославляли преступника в обществе, считавшем банки главной причиной Великой Депрессии. В то время, как приключения лихой банды, которые примкнули малыш Нельсон и Элвис Карпис, вдохновляли обозленных граждан, Гувер решил воспользоваться случаем и превратить бюро расследований в главную правоохранительную организацию страны – ФБР. Он сделал Диллинджера самым опасным врагом Америки, а спасителем – нарек Первиса – гордость Федерального бюро. Отмещение. Преступник удает в тюрьме от ГУ, во время которого он сбегает из-под наблюдения и начинает пустить людям, которые сделали его хладнокровным убийцем. Гроза из глубины. На земле все чаще встречаются мутанты, и люди все спокойнее на это реагируют. Но то, с чем довелось торкнуться героям этого фильма, не просто поражает. В открытом море встреча с акулой в любом случае не предвещает ничего хорошего. А если это еще и двухголовый монстр, то становится до смерти страшно. Именно такое чудовище напало на лодку Сэмэмстера. Разумеется, это был неравный поединок людей с морским кровожадным хищником, но некоторым удалось спастись на безлюдном острове. Кто знает, сколько бы этим счастливчикам довело ждать вызволения из морского плена. Но судьба подготовила им еще одно испытание, возможно последнее. На острове начинается наводнение, и безопасный пережить островок суши уже не может служить спасением от жутких челюстей двуглавой твари. Отель Ранд Будапешт. Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга Портье Зару Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами 20 века. Мадагаскар 2. 2008 года. Полная опасность и жизнь на Мадагаскаре не оправдала ожиданий привыкших к комфорту нью-йоркского зоопарка животных. Льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории и друзья решают сбежать с острова. По случайности, всю компанию заносит в Африку, где Алекс встречает свою семью, с которой он был разлучен в детстве. Неожиданно для себя, Алекс понимает, что после жизни в зоопарке у него гораздо меньше общего с родственниками, чем ему хотелось бы. Смертельная гонка. Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрьму за убийство, которого не совершал. Вместо того, чтобы выпустить его на свободу, тюремщики заставляют его вместе с самыми отъявленными преступниками участвовать в кровавом состязании. Оказавшись за рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами, огнеметами и гранатометами, этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на выживание на земле. И дня на побег. Жизнь Джона казалась идеальной, пока его красавицу жену не арестовали по подозрению в убийстве. Пока Лара сидит в тюрьме, Джон один воспитывает сына и пытается всеми способами доказать ее невиновность. Но когда законные способы освободить любимую исчерпаны, единственное, что ему остается, разработать изощренный план побега. Джон готов рискнуть всем ради нее. Но что, если она действительно виновна? Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!